Продолжаю уроки по восстановлению пилотажной модели Гелил-63. Здесь расскажу, как я обтягивал крылья и хрустовую часть. Слушатели готовы. Можно начинать. Первым делом снимаю пленку с крыльев, нагреваю ее при помощи фенов для вала. Клей размещается и достаточно хорошо снимается пленка. Но в некоторых случаях не удалось снять нормально. Клей въелся в дерево. Пришлось с маленькой парашюркой шкуркой, но не до конца все-таки. Для того, чтобы разметить пленку, применяю вот такое нож для творчества, которое я купил в обыкновенном магазине. Нужно только смотреть, чтобы зажим резер был металлический, лучше фиксируется. Также использую скальпели, достаточно острые, которые я купил на Алиэкспрессе. Прозрачную лосаную пленку без клеевого слоя купил в магазине Спорт Хобби Владивосток. Для фиксации и приварки пленки использую вот такой походный утяжок. Маленького размера, им очень удобно оперировать. У него есть такая очень хорошая особенность, что у него поворачивается ручка. И получается очень плохая приспособа. Нисколько не хуже фирменных, но и понятно, что она в несколько раз дешевле. Для того, чтобы на пленке не оставалось следов от подошвы, я ее оберну косметической салфеткой, которая не горит и не плавится в достаточно большой температуре. Использую для приварки скотча, натяжки пленки и многих других дел. А также косметическую салфетку регулярно меняю, когда она замарается. Для начала решил оклеить крыло, но отложил. Сомнения у меня были большие. Решил для начала использовать элероны. Так сказать, потренироваться на окошечках. Пленку поместую и в некоторых случаях подрезаю при помощи такого вот приспособления, сделанного из битвочки. О нем расскажу чуть попозже. Подготавливаю элерон, но в некоторых случаях мне все-таки не удалось хорошо снять пленку. Клей въелся в бальзу и мне даже не удалось его нормально отскрестить, скажем так. Получился вот такой вот хороший прозрачный элемент, чего я и добивался. Поскольку нет достаточного количества белого скотча, у меня от 5-метрового рулона остались небольшие кусочки, нужно простянуть его на весь проект. Поэтому разрезаю все на маленькие кусочки и приклеиваю. Фиксирую пленку при помощи скотча, который порезал на полоски. Фиксирую пленку скотчем, потом начинаю приваривать тягом. Это очень помогает. Получается, что третья там и четвертая рука. Некоторые элементы приходится вот такими маленькими нашлепками закрывать. Это вот я закрываю. Крепление кабанчика на эллеронах. Первый опыт удался. Все неплохо заклеилось. Торцы эллеронов оклеиваю также пленкой. Нагреваю ее, тяну, приклеиваю, привариваю тягом, отрезаю лишнее. В некоторых случаях пришлось очень много повыеживаться. Достаточно трудно получилось обтянуть переднюю кромку эллерона. Там торчит кабанчик. Но все-таки я с этим справился. Итак, первые опыты завершились успехом. Эллерона я обтянул. Технологию отработал. Можно переходить к эллерону. Как ни странно, мне удобнее было оклеивать пылья, держа их на коленях. Ну, кому как. Некоторые на столе, а я на коленях. Для натяжки и приварки больших плоскостей использую обыкновенный утюг. При помощи опытных вариантов я подобрал температуру подошвы утюга. И, чтобы не запутаться, подписал все скотчем. Что для пленки, что для скотча. Продолжаю оттягивать крылья. Большими кусками, маленькими кусками. Все получается достаточно хорошо. Край пленки, который я завернул за центральную нервюру, я обрезал при помощи своего приспособления. Сейчас расскажу, как сделал. Оно изготовлено из... Оно изготовлено из обыкновенных быточек, которые я разрезал магнитами. Очень даже неплохо режется. Можно отрезать нужный кусочек. Потом из рекламного пластика изготовил Г-образное такое приспособление. Зафиксировал кусочек лезвия на нем. Оставим маленький-маленький кончик для провески. Зафиксировал. Зафиксировал лезвию при помощи шурупчиков, которые остались у меня от прошлой жизни. Такие куча таких маленьких шурупов с резьбой под пластмассу. Лезвия зафиксирована. Есть возможность небольшой регулировки. Опытным путем добился выноса кончика лезвия из приспособления таким образом, чтобы оно порезало только пленку. Маленько подвигал, порезал, зафиксировал. Получается, что при резке она практически не повреждает нижние слои. Опыты закончились. Можно резать. При помощи этого приспособления я подрезаю пленку прямо по месту. Крылья обтянуты. Но некоторые могут сказать, что они обтянуты кусочками. Но это практически незаметно. Ну что делать? Пленки очень мало. Я боюсь, что его не хватит до конца проекта. Крылья и элероны готовы. Перехожу к хвостовой части. Мне нужно отремонтировать подвижную часть рудера. Я снимаю пленку, подклеиваю и удаляю некоторые элементы. В этом случае я использую клей Clibent Pool 501. Очень хороший клей. Он маленькой пенится и заполняет маленькие неточности. Также клей ПВА столяр достаточно хороший, который разлив в маленькие бутылочки с тоненьким голлышком. Очень удобно наносить. И, конечно же, я использую Космофен с акримантным клей. Очень даже хороший, очень хороший. На кончик этого клея я одеваю специальные трубочки, которые я купил на Алиэкспрессе. Они предназначены именно для ЦА-клея. Как ни странно, в трубочках практически он не застывает. Для того, чтобы сделать выкрик, использую старую пленку. Затем наношу термореактивный клей для обуви и приклеиваю обшивку через заднюю грань, так сказать, одним куском. Затем приклеиваю белую пленку на передний кусок. В некоторых случаях подрезаю при помощи своего вот такого приспособления с брифочкой. Итак, обтянут подвижный элемент руля направления, перехожу к рулю высоты. Но в этом случае мне не понравилось, что руль высоты и вот эти подвижные элементы, они цельнодеревянные, так сказать, из 10-мм бальзи. Я решил облегчить. Для этого вырезал шаблон из плотного ватмана при помощи ножа для творчества. Такой шаблон, которым я буду размечать элементы. Затем накладываю на подвижные элементы руля высоты, размечаю. Получается такой чертежик. Но встал вопрос, как такие вот красивые закругления отверстий, чем вырезать? Для этого использую резак или трубочку, которую сделал из батарейки. Она металлическая, я заточил край, на нее зубчики, и вращательным движением я вырезал такие красивые отверстия. Это большая батарейка и маленькая батарейка. Затем нужно прорезать прямые линии, которые героически вырезал обыкновенным обзиком. Но пришлось очень сильно повозиться, поскольку эти элементы вклеены в фюзеляш наглухо. Внутренние части зашкурил шкуркой, все ровно и красиво. Так вот получилось. Но, как говорю, уже пришлось повозиться. В этом случае я серьезно облегчил эти элементы почти на 7 грамм. Плюс к тому же, как я уже говорил, я значительно сильно выдолбил неподвижную часть руля направления. Там я отъел почти 30 грамм. Наношу термореактивный клей на нужные места. Затем при помощи шаблона вырезаю заготовки и прозрачные пленки. Фиксирую при помощи малярного скотча, чтобы ничего никуда не сдвигалось и потом кежком привариваю все это дело. Получилось достаточно красиво и прозрачно, как я и хотел. Затем пришлось приклеивать белую пленку. Но тут очень-очень долго возился, потому что эти элементы были наглухо приклеены к фюзеляжу. Фюзеляж пока я не обтягивал, поскольку там надо еще много дорабатывать, делать отверстия для крепления крыльев. Я просто все сложил в кучу, чтобы посмотреть. Получилось хорошо и красиво с прозрачными и белыми элементами. Ну, на этом урок закончен. Заходите на наш канал. Мы будем продолжать восстановление Гелиоса 63. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok